Акцент на командную игру Акцент на командную игру Акцент на командную игру Акцент на командную игру Критики отметили, что уровни в игре более креативные, чем в адвенчерах В интервью изданию Electronic Gaming Month Фри Цзук объяснил, что предыдущие 3D игры про Соника были ограничены сюжетными требованиями Так как уровни должны были соответствовать повествованию Хирусом не хватало такого сюжета, чтобы уровни подходили и были более изобретательными Очевидно, он хотел сделать 3D пинбол наподобие и казино парка в первом адвенчере Но он не смог найти способа сделать его подходящим под мир игры Соник Хирус получила возвращение команды Хаотикс, которая впервые появилась в игре Наков с Хаотикс на консоль Сега 32Х Игра также имела геймплей с двумя персонажами, которые привязаны друг к другу Поскольку персонажи идеально подходили под тематику новой игры, Соник Тим решили снова использовать их Однако нынешнее воплощение команды сильно отличается от их дебюта Первоначально команда не была детективами, Эспио не был ниндзей, пчела Чарми была описана как удивительно проблематичный ребёнок Эти изменения могли быть связаны с тем, что игра никогда не имела ничего общего с Хаотиксами Так как первое появление было в игре, которую разработала другая команда из Сега По мнению Идзуки, Соник Тим не просто воскресила старых персонажей, но и по сути создала новых, используя старый дизайн Интересно, что переделанная личность Чарми напоминает его образ в комиксах по Сонику, сделанному почти 9 годами ранее Комиксная версия имела привычку раздражать своих товарищей странными манерами и непоседливостью Это похоже на его появление в Heroes, где он написан как смешной ребёнок с рассеянным умом У крольчихи Крим было сложное вступление в серию Крим хотели добавить в Heroes, но первое появление случилось в Соник Эдвенс 2 за год до выхода Heroes Она была добавлена для того, чтобы сделать Соник Эдвенс 2 более разнообразнее, чем первая Соник Эдвенс Это также позволило Сега представить Крим, прежде чем она появилась в первом эпизоде Соник Икс Актёру озвучки Теоза Велимой Коркари было всего 10 лет, когда выпустили Heroes, сделав его самым молодым актёром в истории серии Соника Его сестра Эмили также подарила свой голос Сегре только в 14 лет, озвучивая Чарми Их отец Билл Коркари подарил свой голос Эспио Командный удар Хаотикса звучит неразборчиво, так как каждый персонаж поёт свой куплет Показ их командного выступления также может быть отрывком от неиспользованной идеи Соник 1, где Соник и Вектор играли в группе для видеоигры в самом тесте Раннюю версию заставки Соник Хирос можно найти в Соник Мега Коллекшн Плюс Синематик имеет незаконченный билл от анимации, где показывается сравнение с завершённым проектом и незавершённым А также незаконченную версию песни, написанной пиццом Джонни Джойли Неиспользованные файлы также намекают на некоторые изменения во время производства игры В розничной версии игры команды Роуз и Хаотиксов пробегают только через небольшие секции полного уровня, но похоже так было не сразу Также существует диалог для мистического особняка, который намекает на комнату, полную дверей и выключателей, однако в игре такого места у них нет В релизе, использовав командную атаку во время сражений, она оживит павших товарищей по команде Но неиспользуемый звук говорит о том, что командный удар можно было использовать только если все три персонажа всё ещё были активны Неиспользованные фразы также намекают на то, что финальный босс имел дополнительные способности, например невидимость Также есть неверно переведённая строка в уровне команды Соника Final Fortress После нажатия кнопки самоуничтожения в первой области уровня Тейл спросит, почему она самоуничтожилась Фраза не имеет особого смысла, так как он советует игроку нажать переключатель самоуничтожения Вместо этого в японском сценарии он спрашивает, почему доктор Эггман сделал так, чтобы переключатели самоуничтожения были так легко доступны Шутка по дизайну уровня В сверхтяжёлом режиме Накл спрашивает у Тейлза, может ли он преодолеть стран грозы, и Тейлз признаётся, что немного боится её Это потенциальная отсылка на Соник Кола, в котором Тейлз имел астрофобию Самые необычные детали игры находятся в инструкции, согласно буклету доктор-работник, романтик и феминист Другой секрет может быть найден во время игры за команду Dark Если игрок в настоящее время не управляет рушь и смотрит на неё от первого лица, она повернётся к игроку и подмыгнёт А вы знали, что в одной из игр про губку Воба хотели добавить элемент шутера? Или что в корне игры был найден файл с неприличным словом? Больше фактов вы сможете найти на данном канале или в видосе слева и справа Намного больше фактов вы найдёте на оригинальном канале Gidu No Gaming по ссылке в описании А если вам понравился мой голос, то ознакомьтесь с моим каналом на ютубе Субтитры сделал DimaTorzok